Я специалист по краудсорсингу, и вчера Григорий рассказывал про краудсорсингу в чрезвычайных ситуациях, и в целом по поводу, на тему австралийского опыта борьбы с чрезвычайными ситуациями, и в принципе, по филактике. Сегодня Григорий расскажет нам про принципы краудсорсинга, и мы будем идти от наиболее широких аспектов краудсорсинга к наиболее узким, потому что мы в конце придем к таким вещам уже завтра, к распределению ролей в краудсорсинге, в проектах, поддержанию сообщества и так далее. Сегодня мы начнем с теории, поэтому я предоставляю слово Григорию. Грише большое спасибо, что приехал. Можно презентацию вывести? Да, мы выводим презентацию. Ну пока сейчас заканчивается фиксическая часть, спасибо большое всем, кто здесь собрался. Цель этой презентации дать какую-то более-менее общую перспективу того, что такое краудсорсинг. Дело в том, что в принципе мы с Алексеем начинали заниматься этой темой лет пять назад, термин краудсорсинг появился уже лет десять назад, но сегодня есть такое ощущение, что этот термин стал настолько популярным, что есть очень много смыслов, это такое словечко, которое появляется в очень разных контекстах и в каком-то смысле есть инфляция понятия краудсорсинг, потому что каждый понимает под ним что-то свое. И поэтому становится все более и более сложно найти какой-то общий язык вокруг того, что такое собственно краудсорсинг. Это не значит, что это есть какое-то одно слово, одно понимание и один смысл, но при этом желательно, конечно, осознавать и как бы критически относиться к использованию этого понятия, когда вы начинаете делать какие-то проекты и понимать, откуда собственно эта концепция происходит. И в частности это должно вам помочь, наверное, работать и над своими проектами. Я поскольку занимаюсь исследованиями в этой области, то я чуть-чуть более академически к кому-то, когда я вам подхожу, хотя у нас был практически опыт с Алексеем краудсорсинговых проектов, в том числе проекты «Карты помощи», которые мы делали в 2010 году вокруг пожаров, которые тогда были. Но то, что я сейчас хочу рассказать, это какие-то более общие принципы и прежде всего попытаться немного критически оценить и осознать, что такое краудсорсинг. Прежде всего начну с фотографии, которая вам, наверное, не видна, из-за того, что здесь не очень хорошо все видно, но тем не менее, это фотография, которая сделана в прошлой неделе в Индии, в городе Хайдарабад, на конференции. И здесь мои двое коллег, которых вы не видите, они уже бежат куда-то вперед. Здесь мои двое коллег, они делают селфи на фоне человека, который стоит здесь. Это Мануэл Костелс, создатель концепции сетевого общества. Вы понимаете, что если человек уже на фоне его делают селфи, то, значит, видимо, он сделал что-то важное. И действительно, вот это общее понимание сетевого общества, в котором мы живем, оно достаточно принципиально важно именно потому, что благодаря возникновению какой-то глобальной сети, которая сейчас нас объединяет, у нас возникли новые возможности для объединения наших ресурсов и для новых форм контакта с друг с другом. И есть очень много всего, что об этом написано. Книги достаточно популярные, например, книга «Умная толпа», которая утверждает, что то, что мы все вместе можем объединяться, мы можем производить какие-то более полезные вещи, чем по отдельности. Книга «Мудрые столпы», очень тоже известная, Джеймс Суровецкий, который описал, опять же, что то, что люди производят вместе, может быть намного более эффективным, чем то, что они делают по отдельности. Появляется очень много новых платформ, которые позволяют использовать труд отдельных людей вокруг тех или иных задач. Самый известный – это Amazon Turk, с которого очень многое началось. Платформа как Crowdflower, которая позволяет каждому поставить какую-то свою задачу, и дальше люди за какие-то микроплотежи со всего мира выполняют те или иные задачи. Но, в принципе, то, что происходит, это то, что информационные технологии позволяют оптимизировать мобилизацию ресурсов для тех или иных задач и находить именно тех экспертов, именно тех людей, которые вам могут быть наиболее полезны, в зависимости от той задачи, простой или сложной, которая поставлена в контексте этой глобальной сети. И вопрос, действительно, как наиболее эффективно находить тех, кто может быть максимально полезен для той задачи, которая вам интересна. И, собственно, должно ли это происходить бесплатно, или за этим есть какая-то схема монетизации и вознаграждений. Термин «краудсорсинг», как я уже сказал, он изначально происходит от достаточно известной статьи Джеффа Хоба, который в журнале «Wired» написал статью «The rise of crowdsourcing», где он определил краудсорсинг, дал первое определение краудсорсинга как акт компании или института. Кстати, некоторые вещи здесь будут по-английски, потому что в переводе очень много теряется. Я, естественно, говорю про эти вещи на русском языке, но иногда важно использовать цитаты первоисточники на английском, поэтому, прошу прощения, но у этого есть некий смысл. И он говорит о краудсорсинге как об акте компании или института, когда то, что могло бы делаться в рамках этой компании, эта задача выходит за пределы этой компании к общей глобальной сети в качестве открытого запроса. И дальше у этого есть разные форматы. И он говорит, выделяет несколько принципов краудсорсинга. Он является вот этой потенциальной сеть крауда, то есть толпы является распространенной по всей сети. У крауда есть очень небольшое внимание, то есть, чтобы привлечь внимание к своей задаче, надо вложить достаточные ресурсы, чтобы привлечь потенциальных людей, которые способны это выполнить и поэтому важно разделять задачи на достаточно мелкие элементы. В принципе, опять же, эта сетевая толпа полна специалистов, которые могут быть не просто исполнителями, а именно профессиональными исполнителями для вашей задачи. И вместе с тем он отмечает, что большинство того, что этот крауд производит, это всякая крауд, то есть фигня на русском языке. И, в конце концов, вместе с тем самое лучшее тоже может производиться на базе этого сетевого ресурса. То есть есть очень много противоречий. С одной стороны, абсолютное большинство вещей бесполезны, с другой стороны, потенциал вот этого ресурса, он достаточно большой. Но модель, которую предложил чуть меньше десяти лет назад JetHub, она достаточно узкая относительно сегодняшнего понимания краудсорсинга. Он предлагал это в очень коммерческом понимании того, как от аутсорсинга, то есть от ситуации, когда ваша компания обращается к другой компании для более дешевого выполнения задачи оптимизации производства, вы обращаетесь не к другой компании, обращаетесь к толпе, обращаетесь к сети, но при этом все равно это в контексте коммерческого производства. Сегодня понимание краудсорсинга и может ли источником запроса краудсорсинга быть только компания или нет, все эти вещи достаточно расширились. Вместе с тем стоит отметить, что очень много сегодня растет тенденция критического анализа краудсорсинга. Есть так называемые нелмарксисты, которые утверждают, что краудсорсинг – это по сути эксплуатация цифрового труда, то есть по сути так же, как аутсорсинг – это то, когда есть бедные, несчастные, рабочие в других странах, в которых очень небольшой заработок, будь то Индия, Африка, и вы, собственно, снижаете свою цену за счет того, что вы используете их труд. Точно так же очень часто мы видим, что краудсорсинг – это по сути эксплуатация бесплатного или очень дешевого труда этого сетевого крауда, и есть очень интересные критические анализы, связанные с такими неомарксистскими позициями. Но если говорить все-таки попытаться дать какое-то общее определение того, что такое краудсорсинг, то я бы, пожалуй, сформулировал это следующим образом. Во-первых, есть очень интересная статья 2012 года, которая собрала в себе больше 40 определений краудсорсинга и попыталась сгенерировать какое-то общее определение. Это определение здесь есть, но, опять же, я не буду его переводить, я только отмечу два основных элемента, которые, мне кажется, важны для нашей дальнейшей дискуссии. Прежде всего, краудсорсинг – это платформы, которые объединяют в себе коммуникацию и действия. То есть есть сегодня социальные сети – это платформа, где мы просто общаемся, есть разные сайты, где это просто информация и контент. А краудсорсинг – это обязательно платформа, цель которой – коммуникацию онлайн перевести в какое-то конкретное действие, которое заключается в выполнении той или иной задачи. Поэтому для краудсорсинговых платформ принципиально важна эта связка между коммуникацией и действием. И на базе вот всей этой дискуссии для себя я определяю краудсорсинг как мобилизация индивидуальных ресурсов для достижения конкретных целей, которые осуществляются при последствии информационных технологий. То есть если у вас есть какая-то цель, которую вы хотите достигнуть, вам нужны некоторые ресурсы для того, чтобы эту цель достигнуть, вы используете интернет для того, чтобы найти те самые человеческие ресурсы, которые вам помогут достичь этой цели. Опять же, это только одно из возможных определений. Оно более гибкое, потому что оно предполагает, что источником задачи может быть не только какая-то организация, но может быть индивид, может быть НКО, может быть какая-то сетевая группа. Но в конце концов все равно все сводится к тому, что вам нужны какие-то человеческие ресурсы, у вас есть какая-то задача и вы используете интернет для мобилизации этих ресурсов для того, чтобы выполнить эту задачу. Какие это могут быть ресурсы? Это могут быть физические ресурсы. Ну, например, если мы говорим о борьбе с пожарами. Если вам нужны люди, которые непосредственно поедут в какие-то места или будут заниматься последствиями пожаров или бороться с пожарами, вам нужна физическая сила, вам нужны какие-то физические ресурсы. Сенсорные ресурсы. Все, что касается сбора информации, есть очень большое количество платформ, которые занимаются тем, что предлагают людям. Посылать какие-то данные того, что они видят вокруг, будь то, например, платформы по анализу передвижения перелетных птиц, то есть научные проекты, когда у людей просят рассказывать, каких животных они видят вокруг, какие птицы вокруг летают, будь то платформы, связанные с ямами на дорогах, здесь прежде всего мобилизуется сенсорный ресурс, когда человек видит какую-то проблему, он сообщает и таким образом помогает решить ту или иную задачу. Интеллектуальные ресурсы – это опыт и знания, когда есть, как мы сказали, крауд полом экспертов, и вам нужно найти необходимых экспертов, которые обладают знаниями, и эти знания вам нужны для реализации вашей задачи. Аналитические ресурсы – это, прежде всего, ресурсы, связанные с анализом данных, например, замечательный проект, ряд целых проектов по анализу данных различных фотографий Вселенной, когда есть очень много данных, которые можно просто анализировать, когда эти фотографии приходят с космических телескопов, но при этом у профессионалов нету достаточно людей для того, чтобы, собственно, все эти снимки анализировать, и они создали очень простую платформу, которая позволяет людям участвовать в анализе снимков, говорить, видят они что-то на этой фотографии или нет, по каким-то простым алгоритмам, и таким образом мы говорим о мобилизации аналитического ресурса. И, наконец, финансовые ресурсы, то, что мы знаем как краудфандинг, это, соответственно, мобилизация финансовых ресурсов для выполнения тех или иных задач. Характеристики ресурсов, опять же, это могут быть профессиональные или непрофессиональные ресурсы, это могут быть анонимные или идентифицированные ресурсы, и тогда мы говорим, здесь уже упоминалась проблема кармы, проблема доверия, она, естественно, зависит от того, насколько мы можем идентифицировать, кто является этим источником, открытые или ограниченные ресурсы, обращаемся ли мы к какой-то закрытой группе конкретных людей, специалистов, или мы обращаемся к широкой аудитории, как бы глобальной, не делая какие-то ограничения, И, наконец, проверенные или непроверенные ресурсы. Если мы уже раньше обращались к этим людям, опять же, вероятность того, что выполнение задачи будет более эффективным, с точки зрения вероятности, оно немного больше, потому что у нас есть какой-то общий опыт с ним. Поэтому, в принципе, то, что важно для любого краудсорсинга проекта, это прежде всего рефлексия и анализ, какой именно ресурс вам необходим для выполнения той задачи, которую вы поставили. И дальше, как платформа, которую вы создаете, может вам помочь мобилизовать тот самый ресурс, который мне наиболее адекватен, это может быть и несколько ресурсов, для выполнения поставленной вам задачи по соответствующим критериям. Один небольшой пример, все, что касается сбора данных. Мне кажется, что здесь иногда есть небольшая путеница между тем, что называется открытые данные, то есть данные, которые уже предоставляются, которые позволяют создавать различные проекты, приложения, аппликации и мешап, и мобилизация людей для создания открытых данных. То есть есть сегодня очень разные платформы для визуализации данных, для работы с данными, которые уже существуют и которые уже предлагаются. Это не краудсорсинг. Но если мы говорим о платформах, которые позволяют мобилизовать сенсорные ресурсы людей для создания базы данных, то тогда в какой-то степени это является краудсорсингом, потому что мы здесь мобилизуем сенсорные ресурсы. И в данном случае, например, платформа Ушахидис, с которой, может быть, некоторые из вас знакомы, платформа, созданная в свое время в 2014 году в Кении, это платформа, которая позволяет мобилизовать вот эти ресурсы крауда для того, чтобы собрать информацию о нарушениях на выборах, о катаклизме или о каких-то других проблемах. И здесь речь идет, прежде всего, о мобилизации сенсорного ресурса, а решение проблемы, которое вырисовывается из этих данных, она уже не обязательно должна находиться через краудсорсинговую платформу. Этим уже может заниматься какая-то другая организация, но мы не можем решить проблему, не зная об этой проблеме. Поэтому здесь важно отметить разницу между собственным существованием открытых данных и использованием краудсорсинга для сбора данных. Еще один важный момент, который важно понять, это кто, собственно, занимается мобилизацией ресурсов через краудсорсинг. Как я сказал, классическое понимание краудсорсинга изначально, оно очень коммерческое. Это когда организация обращается к ресурсу толпы, к ресурсу, который важно для того, чтобы выполнить свои задачи и для того, чтобы удешевить затраты на выполнение той или иной задачи. Но сегодня мы видим, что количество акторов, количество потенциальных участников, которые способны использовать краудсорсинг для своих задач, очень сильно расширяется. И это могут быть организации, которые используют людей, но это могут быть и люди, которые используют людей. То есть любой из нас сегодня может, по сути, создать краудсорсинговую платформу и обратиться к другим, не будучи организацией и не будучи какой-то формальной структурой. Могут быть различного рода сетевые коалиции между людьми и организациями. Я не буду сильно вдаваться в это, но то, что действительно важно, это то, что сегодня есть своего рода демократизация краудсорсинга, когда, по сути, каждый может через интернет пытаться мобилизовать ресурсы для той задачи, которая поставлена. И вместе с тем есть то, что я называю вертикальным краудсорсингом. И мы видим все больше и больше подобные практики, когда, по сути, какие-то государственные структуры пытаются, или какие-то большие компании пытаются бесплатно, или за какие-то очень маленькие деньги построить схему, когда они используют эти ресурсы людей, они якобы показывают это как что-то очень продвинутое, что-то очень демократичное. Но на самом деле речь идет действительно об эксплуатации потенциала ресурсов людей, которые стоят достаточно большие деньги, и когда задачи полностью определяются той самой организацией, или тем самым политическим институтом. И на самом деле краудсорсинг это не такое новое явление с точки зрения социальной, потому что всегда мы видели о том, что те или иные институты или те или иные государственные структуры пытаются мобилизовать желательно за бесплатно большое количество людей для того, чтобы выполнить те или иные задачи. И здесь, опять же, не знаю, вам видно или нет, знаменитая картинка, Владимир Ильич несет бревно. И, например, вот эта ситуация, когда государство пытается вывести на улицы как можно больше людей, чтобы в рамках субботника прочищать эти улицы, это своего рода тоже краудсорсинг, только без использования интернета. И здесь очень понятно, что цель, поставленная государством, это очистить улицы бесплатно через ту или иную структуру призывов к этой аудитории. Но в данном случае задача, это прежде всего, мобилизовать этих людей в интересах государства. И мы очень видим сегодня много платформ, которые, собственно, создаются по этой модели, когда интернет только помогает реализовать политические модели по мобилизации ресурсов людей, которые существовали очень-очень много лет. При этом те же задачи, здесь я использую пример блогер против мусора проекта, те же задачи, которые, напоминаю, задачи, которые выполняла Владимир Ильич в бревном, они могут реализовываться не обязательно вертикально, а могут реализовываться горизонтально людьми, которые, опять же, создают проекты какие-то экологические, которые несут цель, опять же, очищение окружающей среды. То есть здесь могут быть похожие по сути проекты, но вопрос, чьи интересы эти проекты представляют, и в каком формате определяются задачи, насколько люди, которые участвуют в этих проектах, могут сами быть причастны к тем задачам, которые определяются. Еще одна важная вещь, которую я хотел отметить, что сегодня краудсорсинг все больше и больше выступает как метод эффективного горизонтального распределения ресурсов. То, что по-английски можно назвать как matchmaking economy. Matchmaking – это своего рода сватовство, когда самый известный сайт с корнем match на английском языке, естественно, у меня почему-то убегает моя презентация, это сайт знакомств match.com, когда мы знаем, как бы в оптимальном представителе мужского пола, для оптимальной девушки их соединить и так далее, но подобная рода логика, она может работать в очень разных аспектах. И здесь мы видим появление целого класса проектов, основанных на том, что основная цель платформы – это эффективная локация, эффективное распределение ресурсов. Это могут быть проекты в области, например, очень сейчас известный проект Uber, если вы знаете, это своего рода альтернатива такси, когда каждый может зарегистрироваться, быть потенциальным таксистом, и дальше люди, у которых есть свободное время для того, чтобы кого-то куда-то подвезти, и люди, которые нуждаются куда-то поехать, их это приложение связывает. Есть приложение, например, Futurism, лондонский стартап, который связывает туристов с фотографами в тех странах, в которые они едут, туристы заинтересованы в том, чтобы получить профессиональные фотографии с той страны, в которую они поехали, фотографы заинтересованы снять этих людей, которые там находятся. Но то, что важно, что у этих проектов может быть очень разная логика. Есть концепция, которая называется концепция социального воображения, которая говорит, что, собственно, то, как мы воображаем нашу социальную среду, это то, как мы определяем те проекты и то, как мы живем. Что я имею под этим в виду? Что те же самые задачи могут выполняться очень по-разному. Если, например, нам нужно жилье в какой-то стране, классическая модель говорит о том, что мы просто...